Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своем канале Вкусно Просто Быстро! Сегодня я хочу предложить вам приготовить нереально вкусный домашний шоколадный торт. Очень гармоничный, мягкий, влажный, непритерный. Благодаря моим зрителям при помощи опроса было выбрано название торту. И этот торт я назвала Шоколадный каприз. Приготовлен торт из заварного шоколадного бисквита. Бисквит очень вкусный и сам по себе. Из заварного шоколадного крема. Готовится торт достаточно легко и просто. Давайте приготовим! Сначала испечем бисквит. 80 грамм это примерно 5,5 столовых ложек пшеничной муки. Всыпаем 25 грамм это 1 столовая ложка картофельного крахмала. 7 грамм это 1,5 чайные ложки разрыхлителя для теста. Щепотку соли. И 30 грамм это 2 с горкой столовые ложки какао. Перемешиваем. Если картофельного крахмала нет, его можно заменить кукурузным крахмалом или пшеничной мукой. Так как тесто готовится быстро, сейчас уже можно включить духовку, нагреваться до 180-190 градусов. В сотейник выливаем 70 грамм это 7 столовых ложек молока. И добавляем 30 грамм сливочного масла. Немного позже мы молоко с маслом закипятим. В миску в объем 3 крупных куриных яйца. Добавим 130 грамм это 5,5 столовых ложек сахара. И 10 грамм это 2 чайные ложки ванильного сахара. Начинаем взбивать на небольших оборотах миксера, пока сахар полностью не растворится. На это может потребоваться 3-4 минуты. Когда сахар растворился, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимальных и продолжаем взбивать. Яичная масса должна стать светлой. При взбивании на поверхности виден след от миксера и увеличится в объеме в 2,5-3 раза. Ставим на маленький огонь сотейник. И пока молоко закипает, просеивая, добавляем подготовленную сухую смесь из муки, картофельного крахмала, какао, разрыхлителя и соли. Перемешиваем на малых оборотах миксера, недолго, как только масса станет однородной, достаточно. Добавляем в тесто в 2 этапа кипящее молоко. Аккуратно лопаткой перемешиваем, круговыми движениями снизу вверх. У меня разъемное кольцо, я обернула кольцо фольгой, таким образом сделала дно формы. Если у вас разъемная форма, то ее надо застелить снизу пергаментной бумагой или низ формы смазать маслом и присыпать немного мукой. Пока формы я ничем не смазываю. Тонкой струйкой медленно выливаем тесто в форму и выпекаем в разогретой заранее духовке при температуре 180-190 градусов 30-35 минут. Первые 20-25 минут не открывайте дверцу духовки, чтобы бисквит не осел. У меня форма 18 см, бисквит выпекался 35 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки и от размера формы, в которой вы будете выпекать. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если она сухая, значит бисквит готов. Когда бисквит готов, выключаем духовку, приоткрываем дверцу духовки и даем бисквиту постоять в духовке еще 10 минут. Далее вынимаем бисквит из духовки и даем ему остыть в форме примерно 15 минут. Затем освобождаем от формы и даем ему полностью остыть на решетке. Полностью остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. Если вы будете готовить торт сразу, то желательно дать полежать бисквиту в холодильнике 1-2 часа, тогда он меньше крошится при нарезке. Если нет времени, то можно разрезать бисквит на коржи сразу. Пока бисквит выпекается, можно приготовить заварную основу для крема. В кастрюлю вбиваем 1 куриное яйцо. Высыпаем 150 г, это 6 полных столовых ложек сахара. Перемешиваем, чтобы сахар с яйцом полностью соединились. Добавляем 35 г, это 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем немного молока. Перемешиваем, чтобы все было однородное, без крупинок. Далее добавляем оставшееся молоко. Всего в крем нам понадобится 400 г или миллилитров молока, это практически одно и то же. Перемешиваем. И ставим вариться на средний огонь. Варим, постоянно помешивая. Когда масса начинает густеть, меняем лопатку на венчик. Уменьшаем огонь на минимум. И постоянно перемешивая, варим до закипания. Когда масса закипит, на маленьком огне, постоянно перемешивая, увариваем массу примерно 1 минуту. И снимаем с огня. Если вы готовите заварную основу для крема заранее, то переливаем ее в пиалу, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем остыть до комнатной температуры. Если планируете готовить крем сразу, то ставим кастрюлю в холодную воду. И постоянно перемешивая, охлаждаем массу до комнатной температуры. Приготовим пропитку для крема. В сотейник наливаем 115 грамм или миллилитров воды. Высыпаем 60 грамм, это 3 столовые ложки сахара. Перемешиваем. И ставим вариться на плиту. Помешивая, доводим до кипения. Когда вода с сахаром закипит, делаем огонь минимальным. И на минимальном огне провариваем сироп 3 минуты. Далее снимаем сироп с огня и охлаждаем до комнатной температуры. В охлажденный сироп добавляем 20 грамм, это 2 полные столовые ложки коньяка или бренди. Если алкоголь не употребляете, то можно добавить пищевой ароматизатор с коньячным запахом. Или не добавлять, но с коньячной ноткой в пропитке торт получается с изюминкой. Когда заварная масса для крема остыла, подготовим шоколад для крема. 100 грамм черного шоколада с содержанием какао 50% надо разогреть в микроволновке или на водяной бане, чтобы он стал мягким. Размешиваем мягкий шоколад венчиком до однородного состояния. И даем остыть до комнатной температуры. Остывает шоколад быстро. Приготовим крем. Чтобы крем был однородным и не расслаивался, сливочное масло, растопленный шоколад и заварная масса должны быть одной комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Масло должно стать светлым и воздушным. Добавляем в масло весь растопленный шоколад. Взбиваем также на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Заварную массу я и уготовила заранее. Взобьем миксером, чтобы масса стала воздушной. Далее добавляем по 2 полные столовые ложки заварной массы в масло с шоколадом. И тщательно взбиваем до однородного состояния. Так продолжаем добавлять и взбивать, пока полностью не введем всю заварную основу в масло с шоколадом. Готовый крем получается очень нежным, воздушным и отлично держит форму. 4 десертные ложки крема откладываем для выравнивания верха и боков торта. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. У остывшего бисквита срезаем шапку. Я это делаю нитью. Часть шапки позже измельчим в крошку и обсыплем ею бока торта. Оставшуюся шапку бисквита можно просто съесть, так как бисквит очень вкусный и сам по себе. Далее бисквит разрезаем на 2 коржа. Сначала я прорезаю ножом контур по краю. В прорезь вставляю нить. И разрезаю нитью бисквит. Выкладываем корж на тарелку. Под корж я подкладываю кусочки пергаментной бумаги, так как готовый торт сверху, буду посыпать какао. И так будет удобнее очистить тарелку. Делим пропитку на 2 части и равномерно весь корж польем, пропитаем всей одной второй частью пропитки. Это примерно 75-80 грамм. Ставим разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если у вас нет ацетатной пленки, ее можно заменить пергаментной бумагой. На нижний корж выкладываем половину крема и разравниваем. Чтобы не было никаких пустот в креме, так как слой достаточно широкий, а крем воздушный, я его выкладываю в 2 этапа. Часть выложила, разровняла. Следующую часть крема выкладываю и разравниваю. Сверху на крем выкладываем корж. Слегка придавливаем. И поливаем, пропитываем второй частью нашей пропитки. Используем всю пропитку. Сверху корж покрываем второй половиной крема. Я также крем выкладываю в 2 этапа. Разравниваем. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и окрепнуть минимум на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. Готовый торт достаем из холодильника. Снимаем форму, пленку. Бока торта и верх торта покрываем, выравниваем отложенным кремом. Готовый торт получается диаметром 19 см, высотой 6 см и вес данного торта 1,3 кг. Часть срезанной шапки бисквита измельчаем в крошку. И обсыпаем ею бока торта. Сверху торт хорошо посыпаем какао. Какао и пропитка придают торту глубину вкуса, поэтому советую не исключать и ничем не заменять их. Конечно, можно убрать и алкоголь, и какао, но это уже будет совсем другой торт. Торт готов. Убираем пергаментную бумагу. И подаем к столу. Торт прекрасно подойдет как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.